Мы выступали в Америке, и там девочка, организатор, я просил её, ну просто, чтобы в следующий раз, когда пришли, не рассказать того же анекдота, и какие песни спел, чтобы она это записывала. Я говорю, ты записывай. После пятого концерта я у неё обнаружил вот такую кипу листков исписанных, без кыл-пыл, а вот именно всё целиком. И всё, а она, оказывается, всё, что я говорил, она просто это стенографировала. И в тексте песен тоже, вот я пел, и она всё записывала. Сильная девушка. Самые страшные экзамены были в школе. Зачем-то я учил немецкий язык. Я сказал маме, что уже, собственно говоря, английские группы все заняты. Она сказала, иди в немецкую, ты на немца похож. Ну потом, кстати, была Германия, было 400 концертов, я заговорил по-немецки, и в конце концов вышла книжка в Германии моих песен, и немецкие лидермахеры поют эти песни. И учительница по немецкому языку расцвела. В журнале «Математика» меня очень сильно ругали. Олег Григорьевич, как вы могли такое написать? И жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится. То есть дети шантажируют родителей. Мы с одноклассницей загорелой, учили алгебру и ели спелый. Крыжовник бурый в подъезде влажным, и я молчал тогда о самом важном. И капли били по карнизам дома, и был учебник учпит Гиза новый. И мы не знали, что жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится. Где-то на затерянном острове, где лето прячет в мокрых стрекострове. И впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. И пахли волосы дождем и солнцем, и мы прозрачны были с ней до донца. Не прибавлялось серьезных знаний от грома дальнего и плеч касаний. А красный галстук шел ей даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу прекратили сниться? Где-то на затерянном острове, где лето прячет в мокрых стрекострове. И впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. На пляже люди весело вещали, и в этот день они переезжали. А я был в лагерь тогда отправлен, и на две смены был весь мир отравлен. И я вернулся в город, как в пустыню, и ждал зимы, надеясь, что простыну. Чтоб объявили для всех печально, потом по радио официально, Что, где-то на затерянном острове, Где лето прячет в мокрых стрекоз в траве. Но впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. Но, слава Богу, все остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, Нам стало ясно и только грустно, Что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, И победил, конечно, светлый разум. Мы с этой жизнью всегда справлялись, Но где бы ни были, опять встречались где-то На затерянном острове, Где лето прячет в мокрых стрекоз в траве. И впереди бесконечная Жизнь неосознанно вечная. Первая гитара Леонид Марголин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ